Всем привет! Сегодня будет необычное видео. Почему оно необычное, объясню в конце. А сначала смотрим видео. Оно было опубликовано на официальных страницах и каналах сумской патрульной полиции, в ютубе, в фейсбуке и даже в телеграме. Дым, 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 дым. 0,2 промилля допускается. Все, что больше, является алкогольным спинением. Я вас витаю. Вы находите станет алкогольного спинения. 12 раз. 2,39. Я не согласен. С чем не согласен? С Драгиновым. Чему вы не согласен? А он все сертифицировал. Конечно. Я вам показал. Я все вам показал. Видео очень короткое. Всех обстоятельств мы не видим. Но возникает сразу один очень интересный вопрос. Человек, как вы услышали на видео, он еле разговаривает. Есть абсолютно четкие признаки его опьянения. Но при этом он не соглашается. Говорит, я не согласен с вашим драгером. Признаки признаками, но есть процедура. Которая установлена статьей 266 КУПАП и соответствующей инструкцией, которая утверждена совместным приказом МОЗ и МВД 1452-735. И эта процедура предполагает определенный порядок действий. Если человек на месте продулся и потом он не согласен с результатами, а данное заявление абсолютно четко можно воспринимать как несогласие с результатами, то полицейский, который проводит осмотр, обязан предложить человеку пройти осмотр в медицинском учреждении. На видео этого, конечно же, нет. И в связи с этим я решил поинтересоваться у сумской патрульной полиции, а предложили ли ему пройти осмотр в медицинском учреждении. И у нас с ними произошел вот такой вот интересный диалог. Если вдруг вам было лень читать, то я вам так объясню. То есть я зашел сразу издалека, не стал пояснять это все, а зашел, как говорится, с самого важного. Предложили ему или не предложили. И сразу же, если можете перемотать, посмотреть, отмечено, сразу же полиция показала свою некомпетентность, указывая на то, что данный водитель выбрал пройти на месте. Поскольку, по их мнению, драгер используется по выбору водителя. Либо это драгер на месте, либо это драгер в медучреждении. Но процедура на самом деле, она ведь не такая. То есть может быть и драгер на месте, и в случае несогласия с результатами, может быть драгер в медицинском учреждении. И потом еще там в конце они написали, что я, в общем-то, не понимаю сути. И что-то там ему было предложено. Ну, скорее всего, предложено ничего не было. Потому что на видео это я не вижу. Я их попросил все-таки показать, но они, в общем-то, не показали. Я так понимаю, ничего этого не было. И в чем необычность сегодняшнего видео? Изначально все это планировалось немножко под другим соусом подать. Но происходит событие. Буквально через несколько дней после публикации вот этого первого видео, они публикуют еще одну историю, которая опять-таки касается 130-й, и пишут вот такое. И тут уже, как вы видите, полиция Сумской области патрульная указывает, что человек отказался пройти осмотр и на месте, и в медицинском учреждении. Не «или», как они писали изначально, а «и-и», то есть, ну, как правильно по процедуре. Фактически должно быть два отказа в данном случае. И я очень надеюсь, что к подобному пониманию сути, да, они пришли по моей вине, да, либо по моей милости. Наверное, все-таки сели и решили разобраться, а в чем же суть. Вот они меня обвинили, что я не понимаю сути, а потом, видимо, разобрались и все-таки суть этого осознали, что признаки признаками, а процедура процедурой. И при наличии самых даже там железобетонных признаков нарушение процедуры влечет закрытие дела за отсутствием состава. Потому что статья 266 четко указывает, нарушение процедуры проведения осмотра влечет признание результатов такого осмотра недействительным. А если нет результатов осмотра, нет и 130-й. И, конечно, раз уж на то пошло, могли бы сказать спасибо. За такой вот ликбез мне. Но спасибо, к сожалению, не последовало. Но при этом все равно я рад, что они, хоть кто-то, чему-то учатся. А вот первое то видео, которое я вам показал, я все-таки попытаюсь отследить решение по этому случаю, чтобы понять, был привлечен этот человек к административной ответственности, либо по вине патрульных полицейских все-таки избежал административной ответственности. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok